Турецкий язык. Урок номер 45. Условная модальность. Шарт-Пирлещик-Заманы. Первая часть. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим условную модальность в турецком языке. Это часть большой темы про сложные времена глаголов. Ранее мы рассматривали повествовательную и субъективную модальность. Эти уроки вы можете найти на моем канале. Условная модальность образуется путем прибавления аффекса «исе», который является формой недостаточного глагола «имек» к основам глаголов. Условная модальность используется для передачи действий, которые осуществляются при определенном условии. У нас есть пять времен и одно наклонение, которым применяется аффикс условной модальности. Аффикс условной модальности имеет два варианта по большой гармонии гласных. Если основа слова заканчивается на согласную, то имеем варианты «са» и «се». Если на гласную букву, то имеем варианты «еса» и «есе», потому что буква «и» недостаточного глагола «имек» превращается в соединительную букву «е». После добавления аффикса условной модальности мы получаем следующие формы. На примере глагола «окумак» в настоящем времени «окуйор-исе» или «окуйор-са», в широком времени «окур-исе» или «окур-са», в увиденном прошедшем времени «окудуй-се» или «окудуй-са», в услышанном прошедшем времени «окумуш-исе» или «окумуш-са», в будущем времени «окуядяк-исе» или «окуядяк-са» и в долженствовательном наклонении «окумалы-исе» или «окумалы-иса». В сегодняшней первой части урока мы подробно рассмотрим два времени. Это настоящее время и широкое время в условной модальности. Настоящее время в условной модальности используется в условных предложениях, в которых выполнение одного действия связано с тем, выполняется ли другое действие в этот момент или нет. То есть выполнение следующего действия будет зависеть от условия, которое происходит в настоящее время. Давайте посмотрим наши глаголы и просклоняем их по именам и числам. Возьмем глагол satmac. Сначала мы добавляем аффикс настоящего времени, потом аффикс условной модальности и потом личный аффикс. Получаем satyorsan, если я продаю, satyorsan, если ты продаешь, satyorsan, если он продает, satyorsak, если мы продаем, satyorsanys, если вы продаете, и satyorsanys, если они продают. Как всегда у нас аффикс третьего лица множного числа действует немножко по-другому, и он ставится после настоящего времени, и только потом уже добавляем аффикс условной модальности. Теперь в отрицательной форме получаем satyorsan, если я не продаю, satyorsan, satyorsan, satyorsak, satyorsanys и satyorsanys. Также у нас есть вопросительная форма, но на самом деле именно в условной модальности вопросительная форма в настоящем времени практически не используется. Это очень редкое использование, и вы вообще будете очень редко встречать такую форму, но тем не менее мы должны знать, как она образуется. Корню глагола мы добавляем настоящее время, потом аффикс условной модальности, потом личный аффикс, и после этого вопросительная частица мы. Получаем satyorsan мы, если я продаю, satyorsan мы, если ты продаешь, satyorsan мы, если он продает. В отрицательной вопросительной форме получаем satyorsak мы, satyorsanys мы, satyorsanys мы. Давайте теперь посмотрим на примерах для того, чтобы лучше понять и усвоить эту тему. Наш первый пример. Сордуум сорунун девабны бильмёрса, бильмёрум де. Сордуум сорунун, на тот вопрос, который я задал, который я спросил, девабны ответ бильмёрса, если ты не знаешь, бильмёрум де, то скажи не знаю. Или целое предложение, если ты не знаешь ответ на вопрос, который я задал, по-турецки смотрите, сордуум, да, который я спросил, но мы так не говорим, мы говорим, который я задал, то скажи не знаю. У нас здесь есть условие. Если ты не знаешь, то твое действие должно быть какое? Ты должен сказать, что ты не знаешь. У нас есть условие и есть действие, которое идет после этого условия. Еще один пример. Если вы хотите найти хорошую работу, где? Вы должны выучить турецкий. Опять же, смотрим здесь. У нас есть условие, если вы хотите найти хорошую работу. Есть условие, если вы хотите. И в данном случае, например, настоящее время, как вы знаете, оно используется и как широкое время. То есть не прямо на данный момент, а какой-то момент, который охватывает широкое время. То, что вы должны сделать, если вы хотите найти? Вы должны сделать следующее действие. Выучить турецкий язык. Потому что он вам пригодится для того, чтобы найти хорошую работу. Следующий пример. Если мы несем цветы в руках. Дословно, по-турецки будет, если мы несем из рук. Но переводим, несем цветы в руках. То, если мы сами несем эти цветы, то сообщение, как бывает на букетах, пишется сообщение с поздравлением, какая-то открытка. То такое поздравительное сообщение не пишется. То есть мы сами несем, значит мы сами поздравляем. И следующее предложение. Если отправляем эти цветы с кем-то, есть условие, то в этом случае not yazabilis. То можем написать сообщение или поздравление. Когда мы не сами несем цветы, а передаем его с кем-то. То есть у нас есть условие и дальнейшее действие, которое применимо при этом условии. Смотрим еще одно предложение. Er üşü mörsa kazalanı çikarabedersin. Er üşü mörsa. Если ты не мерзнешь, kazalanı çikarabedersin, то можешь снять кофту. То есть есть условие, что если ты не мерзнешь, при этом условии ты можешь снять кофту. Посмотрим еще несколько примеров. Er don durma hemen eri mörsa kaliteli demektir. Er don durma hemen eri mörsa. Если мороженое сразу не тает. Kaliteli demektir. Значит оно качественное. Как вы знаете, demektir, когда он у нас говорит, можем заменять его словом значит. И здесь у нас отличие от предыдущих предложений. Раньше у нас было какое-то действие. И после этого следует выполнение следующего действия при этом условии. Но еще бывает у нас использование такое, что при определенном условии мы просто обозначаем ситуацию. То есть здесь у нас условие. Если мы говорим, что если мороженое сразу не тает, делаем для себя просто вывод. Мы не делаем никакое действие, но делаем вывод. Значит это мороженое качественное. Еще предложение. Er jemi isen is mördjörsa gelirim. Er jemi isen is mördjörsa. Если ты угощаешь, дословно если ты угощаешь едой, то я пойду. То есть я пойду с тобой. Здесь слово gelirim на самом деле приду, но по смыслу мы должны переводить пойду. Например, когда человек тебя зовет, говорит пойдем вместе, скажем погуляем. Выйдем в город погуляем. И я говорю, er jemi isen is mördjörsa. Если ты угощаешь gelirim, то я пойду. То есть я пойду с тобой. Поэтому здесь мы говорим не приду, а пойду. Смотрим еще одно предложение. Er konu şurken. Er konu şurken. Если он, когда разговаривает, то есть во время разговора. Gözlerini kajeriyorsa. Прячет глаза. По-турецки gözlerini kajermak. То есть прятать глаза. На самом деле уводить как бы глаза. Да, в какую-то сторону. Kajermak уводить. Demekki, то значит я lanciu ilördjör. Он говорит неправду. Здесь тоже, как вы видите, у нас нету действия. Но мы говорим, что при этом условии, что если он прячет глаза, мы обозначаем ситуацию. Значит он врет. Значит он говорит неправду. Еще одно предложение. Televizyon izle mi ursanız kapatın. Boşuna çalışmasın. Televizyon izle mi ursanız. Если вы не смотрите телевизор kapatın, то выключите его. Boşuna çalışmasın. Пусть не работает зря или попусту. Следующее время у нас это широкое время в условной модальности. Широкое время в условной модальности используется в условных предложениях и выражает не категоричность, а вероятность осуществления действия в будущем, которое будет происходить в будущем. При определенном условии, которое должно выполниться или не выполниться. Расклоняем по именам и числам на примере глагола seçmek. Выбирать. Точно так же к корню глагола добавляем аффикс широкого времени, потом аффикс условной модальности и личный аффикс. И получаем seçerse, если я выберу, seçerse, если ты выберешь, seçerse, если он выберет, seçersek, если мы выберем, seçerse, если вы выберете, и seçerlerse, если они выберут. Здесь точно так же аффикс множественного числа ставится перед аффиксом условной модальности. В отрицательной форме получаем seçmese, если я не выберу, seçmese, если ты не выберешь, seçmese, если он не выберет, seçmese, 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 seçmese и seçmese. Также у нас есть вопросительная форма широкого времени в условной модальности, которая тоже используется крайне редко. Вы практически, может быть, и не услышите вообще, где она используется, но все равно нам надо знать, как она формируется, и точно так же, как и в настоящем времени. То есть у нас идет корень глагола, потом аффикс широкого времени, аффикс условной модальности, личный аффикс, и после этого вопросительная частица мы. И получаем seçersem mi, seçersem mi, seçersem mi, seçmesec mi, seçmesec mi, seçmesec mi, seçmesec mi, seçmesec mi. Знаете, даже неудобно выговаривать, потому что оно как будто бы неправильно построено. Может быть, из-за этого, в принципе, оно и так редко используется. Теперь посмотрим на примерах, чтобы закрепить и понять. Если вы приедете в Стамбул, смотрите, время не в данный момент, а вообще, то есть в широком времени, в общем. Если вы приедете в Стамбул, выполните это условие, мутлака, то обязательно посетите собор Святой Софии. То есть сделайте обязательно это. Здесь видите, у нас идет действие, которое сделается в будущем. Истамбул, агелирсами, смутлака, айасофия и зиарет, эденис. Следующий пример. Галатасарай, сон матчины, казанырса, чемпион Олур. Галатасарай, сон матчины, казанырса. Если Галатасарай выиграет свой последний матч, если произойдет это условие, чемпион Олур, то станет чемпионом. Опять же, действие в будущем. То есть он сделает это, он станет. Следующее предложение. Кемали дюй нюмзе давет этмессек бизе кюсебелир. Кемали дюй нюмзе давет этмессек. Если мы не пригласим на нашу свадьбу Кемаля бизе кюсебелир. То есть при этом условии он может что сделать? Он может на нас обидеться. То есть он может произвести это дело в будущем. Возможно. То есть здесь нет категоричности. Кемали дюй нюмзе давет этмессек бизе кюсебелир. Если мы не пригласим на нашу свадьбу Кемаля, он может на нас обидеться. И последний пример. «Одавлерени битермессен, дышары чекамассен». «Едавлерени битермессен» – если ты не сделаешь домашнее задание, не выполнишь это условие, дышары чекамассен, то не сможешь пойти на улицу, как гулять. И здесь, как вы видите, если ты не выполнишь это условие, то ты не сможешь сделать действие, которое относится у нас к будущему. Теперь еще посмотрим пару небольших текстов, это такие турецкие анекдоты, в которых тоже используется широкое время в условной модальности, пусть немного, но давайте посмотрим. Здесь идет анекдот про Темеля. Темеля – это такой персонаж, лаз, который живет в Черноморском регионе. Если кто знает, есть такая национальность лаза. У них есть своеобразный разговор, они по-турецки говорят не как все турки, а как бы слова использовать немножко по-другому. Я буду здесь читать, как оно есть и, в принципе, буду рассказывать, как оно по-турецки на самом деле должно быть. Давайте посмотрим. Что такое парампарча-этти? У нас слово есть парампарча. Парча – это часть чего-то, частичка. И парампарча – это обозначает вдребезги. Парампарча-этти – это значит «сделал вдребезги». Но так как у нас здесь дальше будет «про вазу», значит, мы переводим как «разбил в дребезги». Темелин кучу каулу парампарча-этти – маленький сын Темеля разбил в дребезги, тарихи вазою в вазу. Вот смотрите, если дословно перевести правильно будет перевести тарихи вазу, это значит «историческая ваза». Но так как мы в русском так не говорим, мы скажем «старинную вазу», «разбил в дребезги старинную вазу эф-де-булунан», которая находилась в доме. Давайте все предложения. Темелин кучу каулу эф-де-булунан тарихи вазу и парампарча-этти – маленький сын Темеля разбил в дребезги старинную вазу, которая находилась в доме. Темель чок кызды. Темель очень разозлился. Ведь Даянамаиб и не выдержав, Даянмак – это терпеть, выдерживать, да, и Даянамаиб и не стерпев, алды элине сопаи, взял в руки палку. То есть у нас обычно за всякие проказы бьют ремнем, ну а у турков вместо ремня всегда бьют палкой, сопа. Поэтому Темель чок кызды. Даянамаиб – алды элине сопаи. То есть он не стерпев схватил палку в руки, для того, чтобы, понятно, побить сына. Там дёвме баштая дякты ки, фадиме арая гирды. Там дёвме баштая дякты ки. И вот почти вот уже собрался бить, но фадиме – это его жена, арая гирды. Арая гирмек на русский можно перевести как вмешалась. На самом деле, смотрите, гирмек – входить, арая – ара – это у нас расстояние между двумя кем-то. И так как с одной стороны здесь у нас папа Темель, с другой стороны его сын, и она между ними вошла. Но по-русски мы говорим, то фадиме вмешалась. И говорит она Темелю. Подожди, Темель. Ушак – это по-ихнему ребёнка, чоджуа, то есть не бей ребёнка. Если он ещё раз это сделает, повторит то же самое. И кикес дёверсун, то есть по-турецки дёверсин, то ты его дважды побьёшь. То есть если сделает он то же самое ещё раз, ты его дважды побьёшь. И за вот этот случай, который произошёл, и за следующий случай. Темель берас дурду. Темель немножко остановился, да, дословно. Но здесь он, Темель, призадумался, скажем, да, он так посмотрел, задумался. И начал кричать, но мы здесь будем говорить, и начал возмущаться, да, вот выражать своё недовольствие. И говорит, здесь я должен как-то прочитать, с черноморским таким наречием, но как у меня уже получится. Смотрите, он говорит, На самом деле, здесь по-турецки будет так. То есть он говорит ей, Хорошо, Фадиме, отлично, ты хорошо, как бы классно придумала. Где мне найти такую же точную, то есть старинную такую же вазу, для того, чтобы он ещё раз её разбил. И говорит, Ну, на этом, в принципе, как бы такой анекдот заканчивается. Здесь самое главное было понять то предложение, где у нас есть глагол с широким временем в условной модальности. И, да, где, вот, дур темель, вурма уша, бирдагая парса, если он ещё раз такое сделает, ну, разобьёт, да. То есть это, если условие это будет выполнено, и кес доверсин, то есть тогда ты его побьёшь, то есть сделаешь действие в будущем. Ещё посмотрим на небольшой текст, тоже такой маленький анекдот, где тоже есть у нас глагол с широким временем в условной модальности. Давайте попробуем прочитать и перевести. Смотрите, дели это у нас сумасшедшие, но когда здесь в анекдоте, больница и сумасшедшие, то мы будем говорить, что это психи, да, как псих больница. Доктор, доктор, дели это гелен, который пришёл посетить, ну, то есть он пришёл проведать или там, пришёл проведать в больницу, посетить этих психов. Что сделал доктор? Ядрыгамак это, так знаете, возмущаться, как бы, есть оно в нескольких разных вариантах используется, где-то как осуждать, похоже, да, что, то есть, и он возмутился на, в ответ на действия одного из этих дели. Он возмутился на какие-то там движения, какие-то действия одного из психов и спросил. И он спросил, почему этот товарищ, в общем, что-то такое делает непонятное. И ему отвечают другие психи. Доктор Бэй, о кэнди ни чамашиш макенеси сан ёж, де миш дели лэр. То есть, психи другие сказали ему. Доктор Бэй, он на самом деле думает, что он стиральная машинка. На что доктор ответил. То есть, доктор начал кричать, возмущаться и говорить. А ну быстро его отсюда уберите, ну то есть, чикармак выводить. Выведите его отсюда, что это за дела. Бунасл ищ начал кричать. На это ему психи ответили. Доктор Бэй, яб маин. Дословно говорит, не делайте, то есть, не выдворяйте его отсюда. Или мы можем перевести, не надо. Доктор Бэй, не надо. О гидерсе, если он уйдёт. Пис, пис, долл аширс. То мы будем ходить грязный. Психи ответили ему на это. Доктор Бэй, яб маин. О гидерсе, если условие будет, что он уйдёт. То мы ситуацию просто для себя означаем. Не делаем никакие действия, но обозначение ситуации. То мы, пис, пис, долл аширс. То мы будем ходить грязным. На этом урок закончен. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. Для того, чтобы смотреть свежие видео, которые будут опубликовываться на нашем канале. Спасибо за внимание. До скорых встреч. 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 Продолжение следует...